Я сейчас морг забирал ее. Шесть катафалка стоит там. И все от ковида что ли? Конечно. Ковидный морг. Чего хотите. Сегодня эти люди приехали проститься со своей подругой. 59-летняя женщина попала в ковид-госпиталь и умерла на шестой день лечения, говорят они. В морг тело доставили в понедельник, но вот забрать и придать земле получилось только сейчас. В понедельник мы вот ее привезли в морг. Он вскрывал те, кто умер в четверг. Нам вообще должны были завтра ее отдать. Не успевает. Он один, патологоанатом. Он измученный. А у вас единственный человек, который от ковида умерла? В прошлом году мы хоронили ее многим. Маму. Родные. В медзаключении написали, что... Пневмония. Пневмония. В нескольких метрах родные прощаются с другой нижнекамкой. Говорят, 70-летняя пенсионерка тоже стала жертвой ковида. Свежих могил на городском кладбище с каждым днем становится все больше. Количество захоронений начало увеличиваться в полтора раза примерно около двух месяцев назад. В месяц здесь захоранивают 220 человек. В день те, кто занимаются погребением, выкапывают примерно 7-9 могил. Но бывают такие дни, что и все 20. Погребением умерших на городском кладбище занимаются 4 ритуальные компании. У них в последнее время работы много. Вот сейчас только позвонили, вот этот, пятый. Вот сейчас на патриархе мусульманский еще, шестая. Но работа больше стала с ковидом? Конечно. Начальник отдела ритуальных услуг Ирина Черняева говорит, места на городском кладбище хватит еще на три года. Уже сейчас известно, где будет располагаться новый погост. Новая часть с левой стороны, правая часть – это старое кладбище. И вот за лесом туда, там поле, вот там будет новое будущее кладбище. Конечно, умирают люди не только от коронавируса, но ковид унес немало жизней. Только по официальным данным за два года от него в Нижнекамском районе погибло 690 человек. Многие скончались в сентябре этого года. За месяц вирус погубил 95 человек, 73 из которых – это люди старше 60 лет. Вера Муратова, Булат Абдульманов. Новости Татарстана.